Приветствую вас! Благодарю за ожидание. Как освободился, так сразу решил вам ответить. Значит, что я хочу вам сказать сначала. Первое, то что вы, как мать, хотите для своего ребенка всего самого лучшего. Хотите для него того, что вам кажется наиболее оптимальным, но при этом у всего есть свои минусы и то, что вы воспитывали его по детским, скажем так, по книжкам детской психологии является, ну, не очень хорошим раскладом. Почему? Потому что детские книжки, книжки по детской психологии, значит, они призваны и склонны минимализировать индивидуальность детей и не всегда отражают то, что ребенок действительно имеет в своем распоряжении. То, что вы описываете, говоря, что ребенок не желает слушать никого, значит, не хочет учиться и так далее, не воспринимает информацию, наводит на ряд не очень приятных размышлений. Само по себе неспособность воспринимать информацию подразумевает либо проблем с интеллектуальным развитием, но вы об этой проблеме не говорите, поэтому я думаю, что она исключена, либо о нежелании, непонимании того, для чего это нужно. Ребенок просто не понимает смысла того, что он делает, как бы не видит цели перед собой. А поскольку он достаточно маленький и у вас он один в семье, как я понял, то, значит, избалованный как следствие, а как следствие вы ему много чего позволяет, и как следствие все ваше внимание было переведено на него, и в результате этого он знает, что вы ему рано или поздно все его ошибки, все его погрешности простите, примите его и поможете ему. Вот это на самом деле та самая распространенная ситуация, которая обычно происходит с семьями, где ребенок один, где нет брата и сестры. Соответственно, что мы имеем, что мы имеем? Если ребенок где-то, значит, в пятом классе, то это получается, не знаю, какая сейчас система образования и сколько классов, но если, значит, примерно 9-10, наверное 10 лет, 10 лет, 10 лет, наверное, ребенку сейчас, то есть переходный возраст еще не начался, но уже вот-вот начнет. Значит, что означает такое поведение малыша? Это означает, что малыш знает, что что бы он ни сделал, а все равно в итоге будет то, что будет, то есть вы все равно его любите, все равно ему поможете, все для него сделаете, да, поругаетесь для проформы, но потом в итоге все будет хорошо. И ребенок таким образом чувствует, что он может делать все, что угодно, все равно все будет так, как, ну, должно быть, с вашей помощью. Значит, малыша, точнее, уже, наверное, не малыша, а мальчика нужно учить ответственность. Как это делать? Вот ответственности учатся с помощью определенного поведения. Во-первых, если вам важно отношение со своим ребенком, а не именно его успеваемость, то есть на первом месте у вас взаимодействие и потомность только успеваемость, то выстраивать свою линию поведения нужно так, чтобы ребенок четко понимал, что его действия приведут к определенным последствиям. И эти последствия не всегда будут иметь приятный, положительный эффект для него. Вам нужно, во-первых, отлучшаться от повторения одного и того же, если речь идет о воспитании, о спорах с ним. Во-вторых, нужно отлучшаться от криков, отлучшаться от руганий. Это ничего не даст, только лишь настроит ребенка против вас и не более того. Если кричат на него, то он еще хуже воспринимает то, что вы ему говорите. А если вы кричите только по одному поводу, это по поводу школы, то, соответственно, именно школа у него будет ассоциироваться с чем-то негативным. Соответственно, это все нужно убрать. Сказать нужно так. Сынок, значит, у нас есть с тобой дело. Ты учишь, что я что-то для тебя делаю. Значит, если ты учиться не будешь, то я для тебя не буду делать того-то, того-то, того-то и того-то. То есть одежда будет у тебя. И да, это все безусловно. Но ничего сверх этого мы тебе давать не будем. А ты можешь делать все, что хочешь. И что нужно вам в этой ситуации сделать? Без негатива, без криков, без ссор придерживаться этой линии поведения. Вот ребенок не учится, получил кол, хорошо. Кол получил, никакого сладкого, ничего. Никаких игрушек, никаких игр, абсолютно ничего. Но при этом общение с ним вы сохраняете. Диалог с ним у вас не теряет. И вы таким образом показываете ребенку, что вы его решение вроде как принимаете, но как он делает свой выбор не учиться, так и вы делаете свой выбор для него что-то не делать. Видите ли, основная проблема в том, что ребенок хочет быть взрослым. Он хочет казаться взрослее. И он думает, что взрослость это лишь только права, лишь только, собственно говоря, возможности и никаких обязательств. В том, что это не так, его и нужно переубедить. Взрослость это еще и ответственность. Если хочешь поступать так, как ты хочешь, пожалуйста. Но будь добр, получи негативные последствия этого поступка. Далее, после того, как вы начнете осуществлять это поведение, как бы произойдет кризис, скажем так. Кризис, связанный непосредственно с общением между вами. Ребенок привык, что вы там как-то бурно реагируете, когда он получает плохие оценки. Он уже знает, что вы будете бурно реагировать, когда получаете плохие оценки, будете его ругать. А вы этого не делаете. Ребенок в первое время просто не будет понимать, что происходит. Почему вы вдруг перестали его ругать? И вы ему объясните, скажите, что я не буду тебя ругать. Зачем? Я не хочу с тобой ссориться. Я не хочу портить с тобой отношения. Я хочу с тобой общаться. Я тебя люблю. Я буду тебе помогать. Но делать для тебя чего-то поверх необходимого я не буду, потому что ты не хочешь жить. Если ты не хочешь делать того, что нужно, то я не буду делать то, что хочешь ты. И это очень простая формула, которая поможет, во-первых, ребенку перестать ожидать от вас постоянного крика, что само по себе является отчасти именно стимулом для того, чтобы не учиться. Потому что ребенок, ну вот он боится того, что вы будете кричать и думаете, ну вот все равно я что-то сделаю, а мама будет кричать. И лучше я не буду делать, это тоже покричит, поможет мне и все быстрее произойдет. И таким образом, когда ребенок увидит, что вы не кричите, у него сложится определенное понимание, что вы в общем-то не против того, чтобы он не учился. Но жизнь ребенка станет гораздо скучнее, гораздо хуже. Он будет чаще представлен самому себе. Ему нечего будет делать, потому что вы не будете давать ему смотреть, допустим, телевизор, не будете давать играть в игры, не будете там его как-то развлекать и так далее. Ребенку будет нечего делать, у него появится больше свободного времени. Гулять, кстати, тоже, скажем, вы его не будете, если что. А вот это все развлечение развлекает тот, кто делает дела. И вот, но при этом вы с ним общаетесь доброжелательно, отвечаете на все вопросы, разговариваете и так далее. То есть, никакого эмоционального взрыва у вас нет. И вот это создаст все необходимые условия для того, чтобы, во-первых, выяснить, почему ребенок не хочет слушать. Во-вторых, чтобы ребенок непринужденно по собственному желанию начал делать, может быть, какую-то часть уроков ради того, чтобы что-то получить. И чтобы он почувствовал ответственность за свои действия. Вы знаете, если у ребенка есть что-то любимое, если ребенку что-то нравится, что он чего-то хочет, а желаний у мальчика много, это по действию. Это, безусловно, по действию. Ну, и рассеянность вообще детей связана с тем, что они, вот тут на самом деле довольно сложно сказать, рассеянность связана с тем, что они предоставлены сами-сами себе. Но вы, наверное, не оставляете ребенка самого с собой. Вы, наверное, наоборот, стараетесь его постоянно чем-то занимать. И здесь рассеянность, наверное, является именно следствием того, что ребенок не способен быть наедине с самим собой. Быть самому себе интересным. У него всегда есть какая-то внешняя, внешний объект, внешняя направленность. И вот это нужно тоже убирать. Нужно, чтобы у ребенка отсутствовала возможность реализовать себя вовне, чтобы у него появилось время на существование самого с собой. И так он лучше поймет, что ему нужно, что ему хочется, на что он способен. Это позволит понять ему свои способности, в первую очередь, и самое главное. Ну и немаловажную роль играет то, насколько у вас благоприятна атмосфера в семье. Как ребенок общается с отцом? Есть ли мужчина в семье? Если мужчина есть, то как сильно, как много он участвует в общении с ребенком? Как ребенок с ним общается, насколько развиты отношения между ними? Потому что отец – основной авторитет для мальчика. Отец, а не мама. И именно отец своим авторитетом, своим поведением показывает мальчику, что нужно и как делать. Он учит его ответственности, учит его держать слово и так далее и тому подобное. Если отца нет, то это должен быть какой-то другой мужчина, который тоже, обладая неким авторитетом, показывает мальчику, как правильно. Какие-то вещи мальчику нужно обсуждать лишь с мужчиной, не с женщиной. Потому что от мужчины мальчик получит достаточное количество жесткости, достаточное количество бескомпромиссности, твердости и уверенности в себе. А если имеются какие-то ссоры между вами и мужем, если вообще конфликты какие-то присутствуют, то это, в свою очередь, вносит дисбаланс в психическое состояние ребенка и тем самым не позволяет ему чувствовать себя дома хорошо, чувствовать себя дома спокойно. Что также приводит к, собственно говоря, нарушениям его познавательной функции и познавательной деятельности. Дальше, о чем можно сказать еще? Познавательная способность у детей у всех разна. И если мальчик не воспринимает то, что вы ему говорите, если мальчик не воспринимает новые знания, это означает, что либо он не верен в то, что способен чему-то научиться, и тогда был момент, когда он хотел чему-то силе научиться, но у него не получилось, и теперь он в себя больше не верит, либо у него просто нет способностей к познаванию. Такое бывает. Нельзя приводить от человека научиться тому, чему он научиться не может. И тогда нам надо понять лучше его способности. Может быть он больше творческий человек, может быть у него получают что-то другое. Тут нужно искать. Искать, чтобы мальчик занимался тем, что у него реально получается. Чтобы он верил в себя, чтобы он видел результаты в своей деятельности. И тогда вера в себя поможет ему лучше понимать, куда двигаться и на что направлять свои силы. Потому что вероятно то, что диктуете вы, у него заведомо заранее определяется как обязательное, а значит не слишком нужное, не интересное занятие. А дадите ему возможность свободного выбора, дадите ему возможность прочувствовать ответственность за свое поведение, и ситуация может в корне измениться. Естественно не сразу, естественно со временем. Но, как вы понимаете, это лучше, чем то, что сейчас происходит. Лучше, чем скандалы. Которые все равно приводят к тому, что ребенок, по сути дела, ничего не запоминает. Так если вы и скандалите, и ругаете, что он ничего не запоминает. И вы не скандалите, и не ругаете, что он тоже ничего не запоминает. Так лучше пусть вы не будете скандалить, и вы будете ничего не запоминать. Но так будет складываться благоприятная основа для того, чтобы понять, чего же ребенок хочет, к чему же у него есть склонность, а может быть у него есть какой-то страх, может быть он чего-то боится, может быть он в себе не уверен. И тогда это нужно выяснить с причиной страха поработать, а неуверенность в себе устранить, пока он еще маленький, это можно сделать. Но понять истинные мотивы его поведения можно только в спокойной обстановке, когда нету криков, нету ссор, а общение доверительное, спокойное и позитивное, в любом случае, не важно, что он делает. Поэтому все, надеюсь, что я вам помог, если какие-то вопросы, обращайтесь, еще помогу. Продолжение следует...